Приветствую вас, любители высокоточной стрельбы. Сегодня опять поговорим про ветер. И снова это сугубо мои наблюдения и опыт. Как вы уже поняли, мы поговорим о тех отличиях или особенностях, которые есть при стрельбе на малых дистанциях и на длинных дистанциях. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, есть две системы стрельбы в ветер. Условно, это интуитивная и расчетная. Расчетная подразумевает наличие флагов, введение записи, анализ и тому подобное. То есть это попытка научиться читать ветер и вносить поправки. Интуитивная система, понятно по определению. Я уже несколько лет пытаюсь освоить расчетную систему, но пока результат 1 балл из 5, то есть практически ноль. Обе системы, но это исключительно мое мнение, они равнозначны. Я сам, когда увлекаюсь, иногда стреляю интуитивно и, как правило, попадаю, когда нужно и куда нужно. В последнюю секунду рука сама выводит джойстик упора против правил. Я так к чему говорю? К тому, что не нужно думать, будто заправдочный боэрщик стреляет только с флагами. Интуитивная система, она не менее сложная, скорее даже более. В расчетное меня привлекает то, что очень метко подметил один из великих боэрщиков. Ты никогда не встретишь книгу о том, как правильно побороть ветер. Каждый пишет ее сам. И научить этому нельзя. Вот такая песня о работе с ветром. Пытаясь работать с ветром по расчетной методике, я с 2016 года, то есть уже около 5 лет. Это немалый срок. Но к моему удивлению, когда вышел на стрельбу на длинные дистанции, ну то есть действительно на длинные, обнаружил, что мои наработки на коротких дистанциях совсем не так работают на дальняк. По длинным я подразумеваю стрельбу от 500 метров и дальше. Потому что на дистанциях до 300 метров я достаточно быстро и легко научился работать. И проблемы начались уже на дистанциях именно 500 метров и далее. О чем, собственно, идет речь? О расчете ветровой поправки для того, чтобы поразить цель с первого или со второго выстрела. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли сейчас. Я не даю никаких инструкций, а просто рассуждаю. Есть даже упражнение такое, называется «Снайпер-1000». Суть его в том, что производится стрельба без подготовки на дистанцию 1000 метров. Круглый гонг размером в одну угловую минуту. То есть это 30 сантиметров на данной дистанции. И количество участников, которые этот норматив выполнили, оно говорит само за себя. Конечно же, я пробовал это делать раза 4 или даже 5. И скажу так, даже с предварительной пристрелкой у меня это, ну, не совсем хорошо получается. То есть я попадаю пока в гонг минимум с третьего выстрела. Причем это на знакомой местности. И примерно даже при одном ветре. Да, когда мы стреляли, он был не меньше 4 метров в секунду. Но, тем не менее. Ключом к этому упражнению является именно правильный расчет ветровой поправки. Каждый раз я фиксировал свою стрельбу на видео, либо те поправки, которые у меня получались, я записывал. А затем я их анализировал. И пришел к неутешительному выводу. Если с вертикалью плюс-минус разобраться получилось, то вот именно с ветровыми поправками полный абзац. И самое это интересное, что на дистанциях 1000 метров не только деривацию надо учитывать, но и вертикальную составляющую ветра. И тем самым, когда мы неверно делаем расчет и стреляем с такой поправкой, то у нас идет промах и не только по горизонту, но и по вертикали. В голову начинают лезть мысли про изменение скорости от температуры, неверный расчет заряда, уплывший ноль. Начинаются судорожно вноситься какие-то изменения в калькуляторе. Меняется скорость, баллистический коэффициент, чтобы хоть как-то пытаться попасть на практике. Когда получаешь практическую поправку, то после якобы совпадения мы пробуем стрелять на другие дистанции и понимаем, что теперь не совпадают другие дистанции. Казалось бы, замкнутый круг, но нет, здесь есть взаимосвязь. Нельзя просто взять и вбить в калькулятор текущий ветер, который вы измерили на рубеже, и взять то направление, что он показывает. Либо воспользоваться табличными данными. Нет, увы, это не будет работать. Хотя во многих учебниках, где обучают именно стрельбе по ветру, написано, что самая важная часть траектории пули – это первая треть дистанции. Именно здесь ветер оказывает наиболее максимальное влияние. И это, возможно, справедливо где-нибудь на открытом поле при равномерном ветре, где нет никаких строений, оврагов, леса, холмов, водоемов, которые могут изменять ветровой поток. Надо определить ветровую обстановку в целом, на всей дистанции, именно с учетом особенностей рельефа. Очень хорошо это в обучающих видео МакПула показано. Надо определить приоритетное направление ветра и его скорость. Понятно, что скорость вы сможете определить только на месте, ну, либо глянуть в метеорологических программах, и все. Я определяю скорость ветра анимометром, а направление флагом на месте. Можно все это совместить в одном приборе, но проблема в том, что еще ни разу не сработали те ветровые поправки, которые я рассчитывал и получал после внесения этих данных в калькулятор. С практикой это не совпадало. Тут, кстати, сходство при стрельбе короткого бенчареста я не пользуюсь расчетом боковых поправок калькулятором. Только интуиция и опыт. Ну и пристрелочная мишень. А в случае стрельбы на тысячу метров есть только висящий в воздухе гонг и, возможно, фонтанчик от пули. А, возможно, его и не будет. И вот именно сейчас я могу сказать, в чем глобальное отличие от стрельбы на короткие дистанции с флагами и стрельба на дальняк, зная только направление и силу ветра на рубеже. В первом случае мы подстраиваемся под ветер. Простреливаем разные кондиции, которые определяем по положению флагов. А выносы делаем, но в основном ориентируясь на положение хвоста. И чаще всего просто ждем удобную нам кондицию. И кладем пули либо в десятку мишеней, либо в группу. Да, это не просто нужен опыт и наработки, но, тем не менее, это работает. А вот в случае стрельбы на километр слишком большие пространства и слишком мало ветровых индикаторов. Флаги можно поставить, но я думаю, толку от них будет не сильно больше, чем от того флага, что стоит в пяти метрах передо мной. Что же делать? Для себя я определил такую тактику, которая работает и которую буду развивать. Во-первых, ветер это дискретная величина, поэтому просчитать точную поправку сложно или практически невозможно. Калькуляторы, скорее всего, нас только запутают. Допустим, из последнего мы стреляли на 325 метров при боковом ветре с 9 часов, 5 метров в секунду. Флаг четко стоит по направлению и ровная кондиция. Казалось бы, ну вот, вбивая данные в калькулятор и получаю боковую поправку 2-2,5 мила. Мещение для лист формата А4 с кругом 15 сантиметров. Стреляю и в лист вообще даже не попадаю. А это 325 метров всего лишь. А практическая поправка получается от 0,5 до 0,7 мила. То есть отличается в 3 раза от той, которую рассчитал калькулятор. Почему? Да потому что из 325 метров 155 идут в оболовке. И там ветровые потоки совершенно другие, которые практически полностью компенсируют вынос. И пуля уходит мимо мишени, если мы делаем вынос на полный ветер, который у нас с 9 часов работает. Вот вам и влияние передней третьей дистанции на снос пули. А если ткнуть в тот же калькулятор и взять половину поправки, и учесть эти особенности, взять направление с 11 часов, а не с 9, то вуаля, у нас поправка составляет 0,7 мила. И она близка к той, которую мы получили на практике. Есть, попадание вижу. Есть, да? Да. Четко по ветру взял. Таким образом, вбивая в калькулятор данные, полученные на рубеже, мы получаем лишь направление ветрового сноса. А вот какой ветер учитывать, полный или половину, нам придется решать исключительно интуитивно. И бывает так, что ветер меняется на большее значение. Тогда придется учитывать эти колебания тоже. Потому что не всегда есть возможность контролировать кондицию, или ее вообще нет. Итак, что же я стал делать? Первое, я практически полностью отказался от выноса горизонта по кликам. Ну, в пользу работы сеткой. Понятно, что если мне позволяет это делать ветер. Однако вертикаль все-таки надо выносить барабанами. Только если нет задачи поразить много мишеней за короткое время на разной дистанции. Ну, так упражнение «быстрый перенос». Кстати, так же я стреляю из пневматики. Понятно, что если выносы за пределы сетки, то придется крутить и барабант горизонта. Покрутить тоже надо с умом. Я общался с одним стрелком. Он говорит, что начинает держать в уме две поправки. Половину ветра и полный ветер. В зависимости от силы ветра, он либо половину ветра выносит кликами, если цель мала, либо выносит эту поправку по сетке. В край гонга, в сторону ветра. После чего делает выстрел. И пуля либо попадает в гонг сразу, либо рядом. И можно контролировать попадание по фонтанчику, если есть такая возможность. То есть, можно ее визуализировать. Я стал практиковать в последнее время что-то подобное. И перестал мазать на три метра по горизонту и на один метр вниз, как это было в самом начале. Сразу же первый выстрел удается наблюдать там, где мы его ожидаем. Ну, а дальше только нарабатывать опыт. Также хочется поработать с метеостанцией, типа Кестерл, в которых используется немного другой алгоритм работы с ветром. У меня сейчас есть метеостанция, но она без баллистического калькулятора. Applied Ballistics нужна, линк. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие у вас есть наработки наблюдений, и как вы работаете с ветровыми поправками. А я буду пока пользоваться теми наработками, что есть, и по возможности делиться ими с вами. Тем самым я определился, что мои навыки стрельбы короткого бенчереста, они дают общие понятия, но не то чтобы совершенно бесполезны при стрельбе на дальняк, но интуитивная составляющая здесь, увы, превалирует. И рассчитать идеально первый выстрел, ну, я считаю, что, наверное, можно только полагаясь на фактор удачи. По крайней мере, на сегодня я считаю это именно так. Особенно про упражнение вот это Sniper 1000, которое не дает мне покоя, и я с головой ринулся сразу стрелять именно его, потому что считается это очень престижная такая награда. На практически, на многих соревнованиях дают ачивки за выполнение, и это предмет особой гордости стрелка-высокоточника. Спасибо вам большое за просмотр, лайк, подписка. До новых встреч, пока!